Всем здравствуйте! Я решила записать наконец-то видеоролик, связанный со временем, для того, чтобы в свободное время можно было его посмотреть, его обсудить, о нем подумать, может быть, как-то прокомментировать и что-то написать. Это будет, наверное, цикл из четырех видеоматериалов, связанных с тайм-менеджментом, и для того, чтобы действительно можно было грамотно вести свой ежедневник, для того, чтобы можно было записывать все свои дела, и для того, чтобы делать это целесообразно, и чтобы он работал, необходимо разобраться изначально с понятиями, как что устроено, и только потом переходить к тому, чтобы приобретать ежедневник для того, чтобы им пользоваться. Частично в этом семинаре у меня заложен материал из моих лекций, связанных с мотивацией, поскольку это все взаимосвязано. Частично он будет связан с логикой, потому что это также взаимосвязано. И, конечно же, он будет связан с риторикой и с планированием. Если вы совершенно случайно наткнулись на этот видеоролик, и я его куда-то выставила в сеть, познакомимся. Меня зовут Елена Тонова, я занимаюсь организацией мероприятий, преподаю в Высшей школе менеджмента информационных систем, являюсь публицистом и бесконечно влюбленным человеком в жизнь. Поэтому это лишь моя теория, моя гипотеза, подкрепленная рядом литературы, но я ни в коем случае не настаиваю на том, что необходимо всему этому следовать. Это просто одно мнение из семи миллионов человек, миллиардов, живущих на этой планете. Я называю это все теорией Элда. Объясню чуть позже, почему это так называется. Мне так проще мыслить и проще объяснять. Такая структура, которая создана лично для меня, которой я пользуюсь, когда я рассказываю. Сейчас мы будем говорить с вами про время, и для того, чтобы у нас изначально совпадали понятия, о чем мы будем разговаривать, чтобы мы говорили про одно и то же, и они не отличались, мы немножечко пройдемся по терминам первичности, о том, о чем я хочу рассказать. То есть что такое время? Время – это форма протекания физических и психических процессов, условия возможности изменения. То есть это длительность существования всех объектов, характеристика последовательности смены их состояния в процессах и самих процессов изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, предоставление которым можно найти, естественно, в теории относительности. Из прошлого через будущее в настоящее. Именно таким образом мы привыкли, что движение, в принципе, обратного в простой жизни не доказано, хотя мы с вами наверняка замечаем какие-то изменения, какие-то моменты в виде дежавю. Есть очень множество теорий на эту тему, но сегодня не о каких-то теориях загора или каких-то нюансах, а абсолютно прагматическая история, связанная со временем. Стоит учитывать, что время – это невозобновляемый ресурс, и я постоянно об этом напоминаю, постоянно об этом говорю, в первую очередь самой себе и потом уже, конечно же, тем, кто приходит ко мне на лекции и семинары. Я все время объясняю, что сколько у тебя времени, столько у тебя жизни. Сколько у тебя жизни, столько у тебя и времени. То есть, если мы возьмем финансы, это возобновляемая единица. Если мы возьмем какие-то знакомства, это тоже можно восполнять. Я не говорю сейчас о каких-то близких людях, которые по крови, там, родители, братья, сестры, которые, если ушли, то, конечно же, никто не заменит их в жизни. Я подразумеваю сейчас исключительно ресурсность, которую мы используем для развития карьеры, учебы, коммуникации, жизни в целом как таковой, то есть без каких-то сакральных или интимных моментов. Соответственно, на время невозобновляемый ресурс, который мы, на самом деле, с вами злоупотребляем. Просто по первое число, если говорят, что если ты плохо относишься к деньгам или считаешь их чем-то плохим или каким-то недостойным, и у тебя в результате чисто психологически ты отказываешься от денег, возможностей заработка и все, что с этим следует, то то же самое касается времени. Если вы не уважаете время, если вы не любите время, если вы не цените время, к сожалению, я должна вас расстроить. Время не будет уважать вас, оно будет утекать сквозь пальцы, оно будет пробегать мимо вас. В принципе, вы будете постоянно находиться в стрессе, постоянно в каких-то гонках, погонях, и оно никогда не будет эффективным, либо в качестве какого-то исключения. Поэтому сегодня мы с вами разберем, как же сделать время своим союзникам, а не тем, за которым все время приходится гоняться. Я подготовила для вас несколько емких фраз, которые подкрепят мой доклад, которые смогут мне опереться на них для небольшой дискуссии без присутствия вас рядом со мной через интернет. И первая фраза, на которую я бы хотела обратить ваше внимание, это «Если ты хочешь перемен в будущем, стань этой переменой в настоящем». Ганди Махатма сказал эту фразу. Индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Действительно, великий человек, вы можете о нем найти большое количество информации в интернете, документальные передачи и книги. Я вам очень рекомендую почитать его, про него работа, это очень занимательно. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что если вы действительно хотите перемен в будущем, будущее наступает каждую долю секунды, даже его не поймать. Вы должны быть переменами своими в настоящем. И, естественно, как говорят, что то, что мы уже делаем по привычке, по инерции, из раза в раз идем одним и тем же путем, идем одними и тем же какими-то ошибками или правильными моментами, мы никогда не дойдем до нового расстояния, до новой точки. И для того, чтобы получить что-то в будущем, необходимо менять что-то в настоящем. «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня». Сенека. Сенека – это римский писатель, поэт, философ и политик. Друзья мои, конечно же, если вы не в состоянии встать вовремя на следующий день своей жизни, то, конечно же, скорее всего, вы не в состоянии сделать те планы, которые вы наметили через месяц, через год, через два, через пять, через десять лет. Потому что это ваши привычки. То есть как вы живете сегодня, так вы живете и через неделю, через месяц, через год. Это нужно понимать. Не будет такого, что сегодня вам скажут, все, ваша жизнь меняется, вот вам то, что вы хотите, вы можете это использовать. Вы не будете это использовать, потому что ваши привычки останутся прежними. То есть не надо ждать изменений и потом меняться. Надо меняться самому, и обязательно при этом наступят изменения. Это, в принципе, подкрепляет первую фразу господина Ганди, которую я вам зачитала. И это все работает в совокупности. И третья фраза, замечательная, которую я для вас подготовила, это время проходит вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать, и все обиднее за то, что не успел. Эту фразу сказал Харуки Мураками, японский писатель и переводчик. Так. Друзья, действительно, данная фраза имеет очень большое значение в нашей жизни. О ней можно разговаривать часами, потому что у нас всегда есть ожидание того, что наступит лучшее время, наступит идеальное время, когда можно будет начать все, что угодно. Бегать, читать, жить, учиться, работать, переехать, влюбиться. Мы всегда ждем каких-то определенных сроков. Но каждый год мы жалеем о том, что не начали год назад в чем-то. Нам кажется, что мы до конца не готовы, что у нас нет достаточного материала, что у нас не до конца собрано портфолио. Но лучше делать постепенно, опять же, то же самое искусство маленьких шагов, чем потом накопить кучу всего и не разобраться с этим, потому что будет постоянно что-то новое. И потом возврат в прошлое – это будет торможение. Вместо того, чтобы своевременно идти вперед, наши токсичные привычки, наша постоянная лень, она нас сковывает. Она является тем самым рюкзаком нашей жизни, который тянет нас назад. Когда мы обещали что-то, не сделали. Запланировали для себя выучить, я не знаю, 10 слов английского языка. Мы не выучили. Мы об этом забываем, но груз ответственности все равно продолжает тянуться вместе с нами. Чем дольше мы живем, чем больше мы себе пообещали, что мы обязательно с Нового года начнем вести здоровый образ жизни или что я больше никогда не буду делать то-то, то-то или то-то, тем больше наш груз идет вместе с нами, и мы не понимаем, почему с нами происходят странные вещи. Вроде бы у нас все сделано, все готово, но у нас беспокойство, у нас тревога, мы не можем расслабиться, у нас постоянно какой-то, извините, подсос. Нам кажется, что что-то должно произойти, что-то я должен был сделать, что-то я обещал, я не могу вспомнить что. Вы открываете ежедневник сегодняшнего дня и понимаете, что там ничего такого нет. Но вы забываете о том, что вы сами пишете книгу своей жизни, и перелистывать иногда приходится на 5, 10, а то и 20 лет назад, чтобы посмотреть, какой груз остался вместе с вами, от которого необходимо в срочном порядке избавиться. Поэтому, если вы ждете подходящее время, я вам скажу так, у вас всегда есть ресурс, с которым начинать, всегда. У вас всегда все есть для того, чтобы начать делать первые шаги. Да, гарантии вам никто никогда не даст, вам никто никогда не скажет о том, что если ты пойдешь по этому пути, то 100% тебя ждет успех, 100% тебя ждет богатство, слава, избыток, изобилие, счастье, гармония, любовь. Не важно, что вы себе запланировали в результате, какая должна быть ваша финишная ленточка, с какой надписью. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что гарантии никогда не было и не будет в этой жизни. Но вы всегда будете знать следующий шаг, который нужно сделать. Когда вы начнете кайфовать от самого пути, от того, что да, вы сталкиваетесь с ошибками, да, вы сталкиваетесь со сложностями, вы сталкиваетесь с проблемами. Когда вы начнете понимать, что любая проблема – это ваш личностный рост и преодоление, и развитие, то я думаю, что тогда вы каждую действительно стену будете воспринимать как будущую потенциальную ступеньку, на которую можно встать и забраться. Вот мы добрались с вами до тех самых букв, которые я упоминала с самого начала. Это та самая теория Эволда, о которой я говорила. И сейчас я вам объясню, почему она для меня очень важна. Я исследую большую часть сознательной жизни. Она у меня прекрасно работает. В первую очередь у меня есть две величины, которые я не разделяю по значимости. Это люди и время. Это то, что я ценю больше всего в своей жизни, и то, что я стараюсь в своей жизни больше всего беречь, настолько, насколько у меня это получается. Конечно, я не идеальный, я не суперэффективный человек. У меня часто бывают моменты, когда я просто ленюсь или трачу свое время на какое-то безделие, там, не знаю, серфинг в интернете, поиски, ну, каких-то видеороликов или там какое-то иногда даже пустое общение. Не без этого. Да, я человек, и я этим горжусь. Да, у меня есть тоже свои слабости и свои нюансы. Что касается людей. Люди равно время. Почему это так? Потому что, когда вам нужно что-то сделать, вам нужно что-то реализовать, что-то найти, если у вас есть правильные люди, то, в принципе, вы абсолютно экономите свое время. Вы не с точки зрения использования в корыстных целях, а с точки зрения правильности обращения. Наверняка у вас было такое, что вам нужно сделать что-то элементарное, сделать ключи, починить замок, я не знаю, сменить кран в раковине, или там, чтобы вам помогли перевести какой-то пункт в законе, и вы понимали, что у вас нет правильного человека, вы обращаетесь к одному, второму, третьему, начинаете искать, и в результате вы тратите свое время. Для того, чтобы найти правильных, хороших людей, свою команду, своих людей вокруг себя, это не те, с кем вы будете общаться день в день, это с кем вы будете периодически поддерживать контакты, отношения. Вам необходимо время. Соответственно, можно потратить уйму времени на поиск людей, может повезти, но, опять же, нужно тратить время для того, чтобы этих людей не потерять, чтобы они остались рядом с вами. И, опять же, не для того, чтобы просто использовать, а, конечно же, в ответ отдавать, созидать. Наверняка у вас есть тоже какие-то таланты, знания и умения, которыми вы можете поделиться с людьми. Мне очень жаль тех, кто изначально мыслит, что все, что он делает, должно быть исключительно за деньги. Вы знаете, за деньги – это самый дешевый вариант работы, я честно скажу, потому что деньги решают далеко не все. И далеко не все можно купить, и далеко не все продается. Самое ценное не продается никогда, но оно всегда будет принадлежать людям. Следующий момент – это время, именно непосредственно отдельно вынесенное, буковка «В», где написано «Время равно Люде». Это настолько связанные между собой величины, что я их объясняю сразу же вместе, потому что по отдельности они существовать как таковые не могут. Что-то всегда принадлежит людям, это всегда так, чтобы не было все равно кто-то, что-то кому-то принадлежит, будь то знание, имущество или еще что-то, что вы можете получить от людей. И опять же, время необходимо для того, чтобы собрать вокруг себя своих нужных людей. И иногда окажется, что вот я один, мне никого нету, поэтому я буду общаться с кем попало. Ну, дальше я объясню, чем это чревато и как это может закончиться нехорошо для вас, для ваших дел, для ваших отношений. И на еще одном низком месте у меня стоят деньги. Скорее, это не просто деньги, это именно материальные ресурсы, которые я подразумеваю здесь. То есть это не только доллары, евро, рубли, латы или еще какие-то денежные единицы. Это деньги в целом материальные, то, что можно поменяться. Например, какой-то бартер, мы вам уголь, вы нам сено или еще что-то. То есть это то, что касается материального обмена. Любые деньги, любые средства, любые единицы, которые можно обменять, всегда принадлежат людям. Для того, чтобы найти эти единицы, для того, чтобы их заработать, и чтобы их получить, необходимо время. То есть наши финансы, наша база, для многих база счастья состоит из людей и времени. Люди – это ресурсы в хорошем смысле, которые нам помогают зарабатывать, с которыми мы вместе идем в команде. Это могут быть наши сотрудники, мы можем работать в найме, это могут быть наши единомышленники, это может быть наша команда и время, которое мы на это все тратим. То есть основа денег – это время и люди. Это ни в коем случае не деньги, а потом люди и время. То есть у вас может быть сколько угодно денег, но если у вас нет правильных людей, вы будете постоянно совершать ошибки. Нанимать не тех людей, терять свое время, нанимать не тех людей, терять свои деньги. Постоянно будете находиться в поиске. Соответственно, эта история работает наоборот. Не вначале деньги, а потом люди, и у меня появится время. А вначале нужно определить свое время, найти своих людей, и потом у вас как побочный уже продукт обязательно появятся деньги. Ни в коем случае не уменьшаю их ценности, ни в коем случае не считаю, что деньги – это что-то плохое или злое. Вовсе нет, я очень их уважаю. Это отличный способ для реализации, для экономии времени. Опять же, если у вас нет достаточно денег для того, чтобы нанять, к примеру, какого-то специалиста, покосить газон, вы берете газонокосилку, тратите свое время и чешете косить этот газон. Если у вас ваш час стоит дороже, чем работы газонокосильщика, вы берете газонокосильщика и в свой час зарабатываете больше, нежели вы потратите. Соответственно, вы находитесь в плюсе, вы экономите свое время, занимаясь чем-то более важным и ценным. Соответственно, у нас получается следующее, что у нас есть люди, у нас есть время, у нас есть деньги, но есть основнейший, самый основа основ – это наша энергия. Наша энергия – это ни в коем случае не касается никаких эзотерических моментов. Я сейчас говорю о нашем эмоциональном и нашем физическом здоровье. Я иногда вижу, как люди работают 24 на 7, просто убиваются на работе, у них нет времени отдыхать, они это делают крайне редко, они не любят свою работу. Я не могу понять, зачем они тогда живут так. Ну вот зачем ты пашешь так, что ты потом все равно сдохнешь? Ну, я другой формулировки даже более емкой найти не могу. Зачем вкалывать, если ты не можешь даже получить удовольствие от тех денег, которые ты хочешь? И действительно ли тебе нужны те деньги в том количестве, которое тебе навязало общество, маркетинг и те, кому выгодно, чтобы ты работал 24 на 7? Действительно ли тебе нужно кормить чей-то бизнес для того, чтобы чувствовать себя счастливее? Действительно ли тебе нужны все эти гаджеты, ништяки, какие-то разные примочки, чтобы чувствовать себя лучше? На самом деле это все навязано. Если вы почитаете историю маркетинга, историю рекламы, каким образом создается спрос и желание покупать, вы просто-напросто поймете, что вы тратите свое время и свою жизнь для того, чтобы обеспечивать чужой бизнес. Это так жаль, это так зачем, это так грустно, что мне бы хотелось вам предложить прекратить устраивать гонки за ненужным и сконцентрироваться на чем-то более важном. И если по-честному разговаривать с людьми, сколько раз я разговаривала, им на самом деле не так много и надо для счастья. Некоторым действительно хорошо в небольшой квартирке с кружечкой чая, с банкой варенья, они себя чувствуют счастливыми. Но индустрии этого мало, индустрия же должна вас заставлять идти, что-то достигать, при том, что чисто материальное, которое не имеет отношения к реальным ценностям жизненным, к реальным базису. Соответственно, друзья мои, здоровье превыше всего, психологическое здоровье, эмоциональное здоровье, здоровье физическое, это нужно учитывать, нужно нормально спать, нужно нормально питаться, при том, нормально питаться, это не значит, что это слишком дорого. Это просто однажды нужно понять, что вы переносите из продуктов, пройти тесты на аллергены, пройти тесты на переносимость того или иного продукта, наконец-то разобраться, на что уходит ваша энергия. Потому что если каждый раз после еды вы понимаете, что вы, в принципе, готовы два часа поспать и больше не готовы заниматься никакими мыслительными процессами, но 99% – что ваш рацион совершенно неправильный. заменив те или иные продукты, вы будете чувствовать себя в разы лучше, в разы легче, и у вас будет совершенно другое качество жизни, у вас будет совершенно другая энергия, у вас будет совершенно другое настроение. И, конечно же, я достаточно часто говорю, что алкоголь тормозит работу мозга, не говоря уже о многих других веществах, которые люди употребляют. Все равно это не есть хорошо. Но, в общем, о своей энергии, проверка гормонов, проверка своей щитовидки, проверка своего иммунитета, проверка лимфоузлов – все это крайне важно. И два раза в год необходимо уделять внимание своему здоровью. Иначе зачем это все? Вы поймите, что если вы не сможете общаться с людьми, если у вас… Допустим, у вас будет куча людей, у вас будет очень много времени, у вас будет очень много денег, но если вы будете лежать по спластам просто-напросто на кровати и не сможете с нее встать, зачем тогда все это надо? А это неизбежность. Вот эти сказки, которые «Царь Кощей над златом чахнет». Вот вы видели хоть одного реально счастливого, красивого внутреннего человека, который реально тресся за каждый цент, за каждую копейку? Это какое-то реальное проклятие. Поэтому не доводите себя до этого состояния, обязательно следите за своей энергией, с кем вы общаетесь, как вы общаетесь, что вы делаете, где вы делаете. Об этом у меня будет следующий слайд, чуть-чуть подробнее я вам расскажу. Пункт назначения, куда мы идем, это про то, что вам нужно для счастья, что вам нужно для вашей состоятельности. И я вывела… Не помню я, где я это прочитала, мне очень понравилось какой-то из книг, что «Проверяй свою карту путешествий». Если ты идешь по Москве, то, насколько бы ни была твоя карта Нью-Йорка под Уровной, ты никогда не дойдешь до собора Святого Патрика. У вас действительно могут быть установки, вам, может, кто-то что-то навязал, какие-то стереотипы, какие-то взгляды на тему бизнеса, развития, отношения, любви. У вас есть своя карта жизни в каждой из всех, в каждом из направлений своя карта жизни. Но попробуйте засомневаться в том, что она верная. Попробуйте посмотреть, действительно ли она совпадает. И для кого-то одна карта подходит, а для другого она вообще будет другая. Сверьтесь с маршрутами, действительно ли эта карта соответствует тому, куда вы хотите идти. Вам могли выдать кучу советов из серии. Тебе нужно это, это, это. Ты должен то-то, то-то, то-то. Ты обязан вот это, вот это, вот это. Это касается и личности, и гендерного различия. Девочки должны вот это, мальчики должны вот это. Это сплошь и рядом постоянное навязывание. Спросите себя, что вы хотите. Если вы чувствуете, что вы что-то хотите, спросите, чьи это мысли. Ваши это мысли, или это навязанная история. Кто-то вам просто навязал, сказал, что ты должен на это хотеть. Смотри, это все делают, тебе надо. Тебе надо писать, тебе нужно, я не знаю, рисовать, тебе нужно выступать, тебе нужно говорить, тебе нужно идти на эту работу, тебе нужно заниматься тем-то, тебе нужно заниматься тем-то. Вы чего хотите? Что в вашей жизни является ценным? Надо сесть и однажды уже составить этот список, что хочется лично вам. Проверяйте актуальность своей карты. Если то, что ты ищешь, снесли или переименовали, ты просто тратишь свое время. Вы можете идти за священным Граалем, которого давным-давно нет. Вы можете идти в какую-то индустрию, которая на самом деле обречена на закрытие, поскольку все в мире развивается. Пожалуйста, проверяйте, куда вы идете, проверяйте, зачем вы идете. И никогда не надо тонуть вместе с кораблем, который уходит под воду. Если вы что-то создали, имейте смелость это отпускать. Нам в жизни ничего не принадлежит. Если бы жизнь не захотела, чтобы у вас это было, у вас бы этого не было. Если бы жизнь не захотела, чтобы у вас этого не стало, у вас бы это было бы по сей день. Если что-то прекращается, умейте отпускать. Не надо тонуть с историей. Я 10 лет вложил, но уходю еще 10 лет. Я столько потратил. Потрать еще. Зачем вы себя гробите? Вот зачем вы это делаете? Просто stop it, прекратите этим заниматься. Проверяйте источники своей карты. Не потому что кто-то плохой, а потому что твоя личная ответственность. Здесь даже, знаете, сработает фраза «мама сказала». Мама тоже человек, и мама тоже ошибается. Профессор сказал. Профессор тоже человек, и он тоже ошибается. Все самые великие гуру ошибаются. Поэтому, пожалуйста, проверяйте, насколько это подходит лично вам, и насколько вам это вообще ваша история. Да, кому-то действительно хорошо закаляться, кому-то действительно хорошо этим всем заниматься. Кому-то это не подходит. Кому-то действительно хорошо работать 24 на 7. Кому-то это не подходит. Кому-то нравится путешествовать. Кто-то говорит, что ты обязан это делать раз в год. Кто-то не хочет этого делать, но дело только потому, что кто-то, о великий, ему об этом сказал. Проверяйте своих авторитетов, сомневайтесь, сомневайтесь в руководстве, сомневайтесь в друзьях, не потому что вы им не доверяете, а потому что, может быть, то, что они вам говорят и предлагают делать, совершенно не подходит вам. В двух одинаковых тапках в жизни не пройдешь. У кого-то это сработало, а у вас, может быть, и нет. И лучший учитель, еще раз повторюсь, это наши с вами ошибки, потому что удача может произойти просто по стечению обстоятельств вам повезло. А вот ошибка конкретно показывает, что нам нужно разобрать, что нам нужно доработать и что нам нужно доделать в этой жизни. Продолжим. Дальше сделала небольшую паузу. Почему нам важно понимать пункт назначения? Потому что только так мы можем планировать свои дела, свои проекты, свои задачи, которые должны соответствовать тому, что мы действительно хотим, а не то, что нам навязали. Поэтому аудит того, куда вы идете, как вы идете, по какому маршруту и какими навигаторами, картами вы пользуетесь – это крайне-крайне важный момент. Следующий «С кем ты идешь?» тоже очень важный момент. Это касается, конечно же, людей. В любом случае, каждый путь занимает время. Прошу обратить ваше внимание, что пока про деньги, про материальные ресурсы мы с вами вообще не разговариваем. До денег, на самом деле, еще нужно, чтобы прошло время, и дойти туда нужно, чтобы эти деньги вообще каким-то образом влияли на то, что мы сами собираемся делать. Итак, с кем ты идешь? Давным-давно доказано, уже множество исследований на эту тему было проведено, что ты – это среднее арифметическое твоего окружения. Если взять в среднем, в одних источниках говорится, 5 человек, в других – 6 человек, и разделить ваш, например, доход на всех, то сложить весь доход пятерых ваших самых близких людей и разделить на каждого из вас, вывести среднее арифметическое, то, в принципе, вот то, что вы из себя представляете, тот потолок, которого вы можете достигнуть, те значения, те вершины, которые вы можете себе позволить. Поэтому это касается и дохода, это касается и интеллекта в том числе. Недаром говорят, что с кем поведешься, того и наберешься. Среда играет колоссальнейшее значение, люди вокруг вас играют колоссальнейшее значение. Конечно же, не всех людей в своем окружении мы в состоянии выбирать, не со всеми мы можем быстро расторгнуть отношения, но, опять же, все зависит от вашего отношения, насколько этот тот или иной человек влияет на вас, влияет на вашу жизнь и вообще каким-то образом управляет вами. Мне очень нравится одна фраза, что если вас разозлили, то вы уже проиграли. На самом деле масштаб вашей личности зависит от того, какая вещь, какая деталь или какая ситуация способна вас выбить из колеи. Потому что если нас злят, если нас оскорбляют, мы это принимаем. То есть масштаб нашей личности – это ровно столько, насколько мы можем противостоять, не принимать близко к сердцу, не реагировать и не перестраиваться из-за того, что происходит у нас вокруг. Конечно, есть люди, которые умудряются реально испортить себе день только потому, что на улице идет дождь. Ну, неужели вы настолько зависимы от погоды, что это может повлиять на целый день вашей жизни, и это может каким-то образом его испортить? Или какой-то человек, который вас подрезал, которого вы даже знать не знаете, и вы можете себе допустить час, два, три выйти из ресурсного состояния для того, чтобы продолжать о нем вспоминать или о нем разговаривать, или каким-то образом нести его в том же самом рюкзаке своей жизни. Еще раз повторюсь, с кем поведешься, от того и наберешься. То, что принято в вашем окружении, то с вами и происходит. И в первую очередь с вами поступают так, как вы разрешаете с собой поступать. Есть фраза «Относись с другим людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Я с этой фразой в корне не согласна. Относись к себе так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Вы создаете тон, вы создаете правило, каким образом с вами можно общаться, с каким образом с вами нельзя коммуницировать. Например, есть люди, к которым всегда все опаздывают, есть люди, к которым все приходят всегда вовремя. Есть люди, которым никогда не хамят, никогда их не оскорбляют, никогда не говорят ничего плохого. Ну, понятно, что за редким исключением давайте не будем доводить каждые слова до абсурда. Но есть люди, с которыми по умолчанию ведут себя учтиво, даже не зная ни их статус, ни их происхождение, ни их какие-то, не знаю, дополнительные бонусы, которые содержат их жизнь. Если вы сами себя позволяете в своей голове ругать, унижать, вы на себе экономите, вы к себе плохо относитесь, вы задвигаете себя на задний план и бежите спасать весь мир, то, друзья мои, с вами мир будет относиться именно так, как вы создаете правила коммуникации, работы, игры вместе с вами. Ну, то есть если вы можете оставить все свои дела и идти делать что-то для кого-то в ущерб себе, своей семье, своему здоровью, еще кому-то, то вы тем самым показываете, что с вами можно поступать ровно так. То есть это ваш запрос, это ваше решение, ваше желание относительно себя. Если рядом с вами нельзя делать что-то, об этом нужно заявлять, об этом нужно говорить в первую очередь. И, конечно же, не позволять самому себе. То есть если вы на себя забили, то на вас все забили. Если вы на себе экономите, значит, вам ничего не надо, и на вас экономят все. Вы сами диктуете правила отношений с вами. И это очень важный момент, который нужно учитывать. Иногда бывает так, мне кто-то из знакомых рассказывает, я такой открытый, я всем помогаю, со всеми рядом нахожусь, все время держу за руку, все время в ущерб себе, последнее отдаю, у меня в результате ничего нет, у меня еще кидают, бросают вообще. Но у меня вопрос, а как ты относишься при этом к себе? То есть ты себя задвигаешь на десятый план, ты не считаешься со своими собственными интересами, со своими нуждами, со своими проблемами, и в результате идешь кого-то спасать. Не просто так говорится в самолете, что если какое-то, не дай бог, крушение, то в первую очередь маску надеваем на себя, а потом на своего ребенка. Если вы будете без ресурса, если вы будете без энергии, без денег, без связи, без контакта, без своего времени, без своего личного пространства, то, скорее всего, вас должен будет кто-то спасать другой. То есть вы становитесь обузой для своих родных и близких. Вот представьте, если вдруг вы заболеете, кто будет вынужден сидеть рядом с вами, кормить вас из ложечки, и кому вы испортите в таком случае жизнь, пока вы спасаете каких-то мифических персонажей, которые вас используют? Ни в коем случае я не говорю о том, что эмпатия – это плохо, или нужно каким-то образом прекращать помогать людям. Это совершенно не об этом. Но никогда нельзя помогать людям, если это идет в ущерб вам. Одолжить у друга для того, чтобы отдать кому-то деньги, а потом жить без денег и, не знаю, просить у кого-то из близких, опять же, уже на собственное спасение или что-то подобное. Это касается не только денег. Поймите, у нас основные ресурсы – это люди, время, это наша энергия, и это материальное то, что у нас есть. Так вот, если вы опустошены, скорее всего, вы просто наполняете за счет кого-то. Вы можете себе позволить вести разгильдяйский образ жизни. Когда ты понимаешь, что на тебе ответственность за твою жизнь, за твою семью, ты не можешь себе позволить себя разбивать. А если вы себя разбиваете, то значит, в принципе, у вас есть какая-то подушка безопасности в жизни, на которую вы рассчитываете потом. Мне кажется, что никому не хотелось бы оказаться возле кровати человека, который не уможет ничего сам, даже самого близкого. Да, это долг, да, ты должен это сделать, но это трагедия, это уничтожает, получается, одновременно две жизни. Вместо того, чтобы жить своими интересами, человек становится быть вынужденным жить вашими интересами, вашими элементарными базовыми потребностями. Это на самом деле очень плохо, это очень страшно. И здесь я выделила, у нас, получается, есть два вида интеллекта, подвижный интеллект и кристаллизовавшийся интеллект. Это те два интеллекта, которыми мы с вами обладаем. Итак, подвижный интеллект – это способность мыслить, логически анализировать и решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта. Это гибкие навыки. То есть мы не навешиваем ярлыки, мы не говорим, у меня всегда так было, значит, будет еще раз. Мы пробуем, мы делаем работу над ошибками, мы проводим анализ, мы пытаемся дойти другой дорогой. Да, конечно, если вы одним и тем же путем идете и бьетесь головой об стену, это непохвально, это печально. Но если вы пробуете найти варианты, как разбить эту стенку, вы пытаетесь прорезать там дверь, вы берете, я не знаю, какой-нибудь трактор-камаз, чтобы ее снести, вы пытаетесь ее обойти, вы пытаетесь ее облететь, вы пытаетесь ее перепрыгнуть. Это разные методы, и рано или поздно тот или иной метод все-таки срабатывает. Но ни одно и то же отнесение приводит к одним и тем же результатам. Если вы недовольны своим результатом, пришло время посмотреть свои действия, что вы делаете из раза в раз, что приводит к тому, что вам не нравится. И кристаллизовавшийся интеллект – это наша беда с вами. С одной стороны, это наш автопилот, который нам помогает, а с другой стороны – это наши убеждения, наша выработка слюны, как у собаки Павлова. То есть мы видим торт, мы хотим его съесть. Вот наше убеждение, что торт вкусный. Мы видим какое-то препятствие, у нас есть наша неврожденная беспомощность, она называется приобретенная беспомощность, неважно. То есть вы понимаете, о чем я говорю, и вы уже по привычке говорите, ой, нет, у меня не получится. У меня есть знакомые, которые говорят, я мечтаю рисовать. Я говорю, так что тебя останавливает? Возьми, порисуй. Я не умею. Я говорю, ты когда последний раз рисовал? Ну, в пятом классе училка сказала, что у меня руки из одного места растут. Так извините, с пятого класса у вас поменялась моторика, у вас поменялся взгляд, у вас поменялся вкус, у вас поменялась координация движений и все остальное. Ты дай себе шанс хотя бы попробовать. Никто не говорит, что ты сразу же будешь великим писателем, но пробовать и делать ты же можешь. Тебя никто, по идее, не должен оценивать. Нельзя это позволять делать со своей жизнью. Делайте, пробуйте, творите. Жизнь, она одна. Она реально одна. Просто нужно однажды определиться, что бы ты хотел, а потом поймать в своей голове, чьи голоса говорят, что у вас не получится. Может, это соседка, может быть, это училка из школы, может быть, это родители, может быть, это кто-то из старших, может быть, это просто какой-то человек на улице, который однажды вам что-то сказал, вы до сих пор его носите в своем рюкзаке жизни. Прежде чем добавлять новое, пожалуйста, давайте избавимся от старых убеждений, которые нас, не знаю, сопровождают на протяжении жизни. Да, в чем-то, конечно, у нас есть автопилот, который нам помогает. Мы едем за рулем уже, лишний раз не заморачиваясь, мы знаем точно, что, не знаю, пальцы в розетку не суем, огонь он обжигает и все остальное. Это то, что нам базово сокращает наши ресурсы, которые мы тратим на мышление. Но, тем не менее, есть огромное количество автоматических и заученных реакций, которые у нас просто на автомате вылетают, и они идут чаще всего из детства, из школы, из того периода времени, когда мы их приобретаем для того, чтобы обороняться. И есть люди, которым ты, допустим, просто что-то говоришь, и он сразу же выстраивает оборону, он сразу же начинает на тебя нападать, хотя ты просто-напросто с ним разговаривал. Надо это все мониторить, надо это все проверять. Эмоциональный интеллект нужно развивать. Вообще нужно однажды понять, что ты чувствуешь, какие есть эмоции, как они называются, что они обозначают. Просто реально создать себе слова эмоций и почитать. Потому что, когда взрослого человека спрашиваешь, что ты чувствуешь, он не в состоянии даже описать эти эмоции, он даже не знает, как они называются. У него есть 5-10 каких-то наименований, которые они используют под все. А у каждого слова есть свое значение, у каждого слова есть свое понятие, и к этому мы тоже доберемся. То есть прежде чем захламлять свою жизнь новыми делами, новыми проектами и становиться эффективным, нужно разобрать вот эти залежи, фиг знает чего, что мы накопили за нашу жизнь, и просто от этого всего избавиться. для того, чтобы освободить место для новых дел, для новых свершений. И наше окружение, наши люди, которыми мы с вами общаемся, наши люди, с которыми мы ведем коммуникацию каждый день, наше окружение – это не только те, с кем мы разговариваем. Наше окружение – это не только люди, с которыми мы видимся на работе, на учебе или дома. наше окружение – это дом, подъезд, двор. То есть если вы, допустим, живете, пускай не в своей, но не очень опрятной, уютной квартире, это вас в любом случае разрушает, вы это созерцаете. Надо хотя бы сделать порядок, надо привести все в нормальный вид, чтобы вы находились в нормальной среде. Если у вас ужасный подъезд, ужасный двор, ужасное место для жизни, ну, пожалуйста, переедьте в дальний район, но пускай это будет более опрятно, потому что каждый день, находясь среди грязи, вы сами становитесь неопрятным человеком, вы сами, вы смотрите на то, как не хочется жить, вместо того на то, как хотелось бы жить. И это совершенно два разных взгляда. Улица, город, страна. Некоторые люди умудряются вообще ненавидеть свой город, свою страну, место своего проживания. Друзья мои, ну, как бы, я понимаю, что есть понятие, где родился, там и пригодился, но если вы не пригодились, где родились, ну, может быть, есть смысл что-то поменять, уже как-то попробовать, пускай это будет как минимум ваше замечательное приключение в вашей жизни, но есть ли смысл так жить в нигде и бояться что-то, хуже не будет. Если вы и так не живете, то попробуйте хотя бы отправиться в приключение, вот честное слово. Это, ну, такие вещи, которые мне очень жалко, что люди таким образом гробят свою жизнь, книги, статьи, материалы, вот какие-то блоги, какие-то тухлые статьи, какая-то балабольщина, какие-то картинки, вот этот попкорн для мозга, информационный шум, это то, чем вы напитываетесь. Вы поймите, из мозга ничто никуда не девается. Оно все у вас накапливается. То есть то, что вы видите, то, что вы слышите, то, что вы читаете, то, что вы держите в руках, оно все равно влияет на вашу самооценку, оно все равно влияет на ваши знания, оно все равно влияет на ваше развитие, оно влияет на ваше состояние, на ваше здоровье. Давным-давно доказано, что любое слово, любое произнесенное и мысли те же самые, они влияют на людей, они влияют на психику. И это никакая, опять же, повторюсь, не эзотерика, это абсолютная психология. То есть, друзья мои, это просто не шутки. Слушать какие-то, не знаю, некачественные материалы, это то, чем вы себя наполняете. Это очень опасно. Фильмы, клипы, те же самые переживания, которые вы проходите в фильмах, то есть, если они разрушительные, вы себя разрушаете. Мозг не в состоянии отличить до конца, что происходит с вами здесь и сейчас, или что вы переживаете, глядя на какие-то картинки, практически одно и то же. Вы пробуждаете в себе тревожность, вы пробуждаете в себе какие-то посредственные мысли. Это очень важно понимать, что нельзя смотреть всякую дрянь. Надо смотреть хорошие, грамотные, качественные вещи, на которых вы можете учиться. Вы смотрите фильм, вы смотрите общение, вы слушаете диалоги, вы смотрите стилистику, вы разбираете драматургию, вы изучаете сам сюжет, вы смотрите на цвет, на решение, на картинку, на монтаж, на звук, на саундтрек, на все. Это огромный кладезь такого вдохновения, которое можно получать, но при этом люди умудряются смотреть какие-нибудь там посредственные сериалы, которые реально зомбируют для того, чтобы вот сидеть и просто втыкать в этот экран, в этот телевизор. Непонятно зачем, мне не нравится, но я смотрю. Ну так для этого это и создано. Всем же нужно рейтинги, сейчас за внимание борются, извините меня, достаточно серьезные, умные дяди и тети, поэтому куда ваше внимание устремлено, опять же говорит о том, какой вы человек. Передачи, подкасты те же самые, которые ничему не учат, ничем не наполняют, ничем не изучают, вы просто тратите свое время. Если вы тратите свое время, вы тратите свою жизнь. Я вам уже говорила, что время равно жизни. То есть вместо того, чтобы получить что-то реально полезное и ценное, чем вы могли бы воспользоваться для своей карты жизни и для направления, куда вы идете, вы сидите и просто-напросто смотрите какую-то чушь. Да, иногда мы смотрим какую-то чушь. Мы не роботы, мы не суперэффективные люди, которые только помешаны. Это тоже помешательство, только целесообразно, только прагматично. Нет, я не об этом. Я о большинстве потраченного вами времени, чем вы его заполняете. Фото, иллюстрации, картинки не даром, не просто так существуют в музее. Их можно посещать и онлайн, их можно посещать в своем городе, созерцать красоту, изучать красоту. Огромнейшее количество материалов есть в интернете о том, как изучать живопись, что хотел сказать автор, что там заложено, какая эпоха, какое время, какой период, какие краски, какие цвета, какие обстоятельства. это сумасшедшие миры. Это настолько интересно, это настолько воспитывает, это настолько наполняет, что мне всегда жаль, когда люди думают, ой, это не для меня, подожди, это твоя заученная установка, кто тебе это сказал, что это не для тебя, кто сказал, что красивое, ценное, это не для тебя, кто эти люди, выгони их в свои головы, они недостойны быть в твоем окружении, поменяя это наконец-то. Музыка, звуки, шум, простая музыка, она не воспитывает музыкальный слух, она не воспитывает, вот как есть начитанность, когда мы уже обладаем огромным словарным запасом различных слов, различных понятий, и нам сложные тексты кажутся прекрасными, потому что наконец-то мы сталкиваемся с какими-то красивыми словами, метафорами, цитатами, мы можем вспоминать точно так же и музыка. Да, вначале, если вы возьмете какое-то очень сложное, серьезное, классическое произведение, вам покажется, что кто-то просто лупает по кастрюлям или что-то происходит страшное в вашей жизни. Но если вы поэтапно начнете разбирать, смотреть, слушать, изучать эти направления, опять же, есть огромнейшее количество материала в интернете, преподнесенного безумно интересно, с отступлениями в историю, с отступлениями в культуру, с отступлениями в определенные жизненные ситуации, которые опять же нас учат, потому что это все психология, это все про общество, это все показывает накопленный багаж наших поколений, который бесценен, которым мы просто перестали пользоваться. Еда, сервировка, продукты, ведь можно сделать красиво, даже самую простую гречку, можно сделать красиво, поставить на стол, не дожидаться и какого-то повода. У вас есть целый день для того, чтобы быть счастливыми, день для счастья. Вы поймите, однажды, когда его не будет, вы поймете, что это было очень много. Это колоссальное количество времени. И нет, нет, мы возьмем что-то похуже, мы здесь уберем это все для лучших времен. Сегодня лучшие времена. Каждый день лучшие времена. Каждый раз они самые лучшие, потому что никто вам не гарантирует, что завтра будут еще какие-то времена. Вы сегодня можете быть счастливым. Хватит откладывать счастье. Хватит откладывать свои возможности, которые у вас есть. Хватит прятаться от этой жизни. Пора уже начинать жить. Мысли, мечты и ожидания. То, что мы бы хотели. О, это не для меня. О, это мне не подойдет. Это у меня не получится. Это у меня не выйдет. Да, если мыслить глобально, а в огромном объеме у вас не выйдет. Вы хотите выучить китайский. Например, китайский язык. Вы решаете, не, я не выучу китайский язык. У меня не получится. Да, но если вы разобьете сначала понять, как пишутся иероглифы. Какое-то время послушать, как он звучит. Какое-то время уделить значениям слов. Выучить одно, выучить два. Поэтапно. Мы просто себе придумываем количество времени, которое нам нужно для получения навыка. Сами себя обманываем, потом сами обижаемся. Я выучу английский язык за один месяц. Кто тебе это сказал? Ну, нет. Ну, то есть, не надо себе постоянно ставить сроки. Надо разбивать задачи и целенаправленно, планомерно их исполнять. Вы поймите, если вы каждый день, хорошо, раз в неделю, ладно, раз в месяц будете реально изучать по 10 фраз на каком-то языке, то за год вы изучите 120 фраз. Это больше, чем ничего в 120 раз. Но это так работает. Не требуйте от себя сразу же величайших свершений. Не требуйте от себя сразу же каких-то грандиозных задач. Но здесь опять же база. Что бы вы хотели? Начните, наконец-то, это делать. У вас нет рядом человека, который имеет право вас оценивать и говорить, ой, это хорошо, это плохо, это не так, что ты делаешь. Вы решаете, что в вашей жизни будет происходить. Как вы позволяете к себе относиться самому себе, так к вам относится и ваше окружение. Мы это все то, что нас окружает. Нет понятия ненадолго, ничего не происходит бесследно. Даже чуть-чуть какой-то чуши это уже у вас внутри. И это огромнейшая ответственность, которую я воспризываю к вашей осознанности. И понятие. у нас есть определенные понятия, которые влияют на то, как мы общаемся, с кем мы общаемся. У нас есть определенная целевая аудитория, люди, которые нас окружают. Они все разные. Они имеют право с вами не соглашаться. Они имеют право с вами спорить. Они имеют право вас не любить. вопросы olabilir дураком. имеют право было на свою жизнь, на свое мнение. Точно так же, как имеете право вы на свое мнение. Вам может кто-то не нравиться? Может. Вас может кто-то бесить? Может. Может кто-то обижать? Может. Вы точно так же можете кого-то бесить. Вы даже иногда не можете объяснить, почему вам человек нравится. Ну и вы так можете кому-то не нравиться, просто по самому факту умолчание. Невозможно нравиться всем. То есть мы должны изучать свою аудиторию, с кем мы общаемся. И здесь ни в коем случае нельзя попасть на одну большую уловку, на которую однажды я чуть умудрилась не попасть сама. Это думать о том, что где-то в каком-то сообществе находятся другие люди, и это сообщество отделено какими-то статусами. Вот это абсолютно не так. Среди простых домохозяек, хотя домохозяек это огромный труд, огромная работа, ни в коем случае этого не обесцениваю. Среди людей, которые, допустим, находятся дома, ведут простой быт, есть 3-4% людей, которые критически мыслят, которые прекрасно понимают причину следственной связи, умеют с этим справляться, умеют делать выводы, умеют аргументировать, умеют отлично общаться и имеют огромную базу внутренних настоящих ценностей. Верность, любовь, дружба, сострадание, понимание. Все то, что невозможно приобрести. Точно так же, если мы пойдем, например, в руководители среднего звена, средний класс, вот они такие все руководители, точно так же 3-4% будет обладать критическим мышлением. Вот ничего не меняется, просто у них задачи, которые они хотят реализовывать и ценности, которые они хотят себе приобретать, они просто отличаются. Чисто механика отличается, принцип один и тот же. Мы идем с вами дальше, мы доходим, допустим, до серьезных магистрантов, которые пишут работы, преподают в институте. Точно так же 3-4% критически мыслящих людей. Профессора, одна и та же история, 3-4% людей с реальными ценностями. Остальные действительно по умолчанию пустышки. Если мы пойдем с вами в министерство, зайдем туда, в самые главные чины, которые сидят на самом верху, точно так же будет. 3-4% людей, которые мыслят критически, которые имеют базовые ценности. Если мы с вами пойдем, я не знаю, в самый высший какой-то пилотаж, который вы себе можете придумать, принцип один и тот же. Ничего не меняется, нету других людей. Люди, они в каждом, вот говорят, найди сильного и учись у него. Найдите адекватного и будьте с ним. Человека, у которого есть определенные критерии качества жизни не с точки зрения материального, а с точки зрения бесценного. И вот у таких людей надо учиться, у таких людей надо заполняться. Я понимаю, что наш мир не очень к этому приспособлен, что нашим миром правят другие ценности, другие откаты и все остальное. Но тут вопрос не про то, как другие живут, здесь вопрос про то, как вы собираетесь прожить свою жизнь. У нас у каждого есть логика, логики я расскажу поподробнее чуть-чуть попозже, потому что у каждого она своя. Что для нас кажется логичным, опять же, у нас есть свой интеллект, что-то у нас заучено, что-то у нас приобретено, что-то мы можем менять на протяжении какого-то периода времени. То есть у нас есть своя логика, как мы мыслим. Она базируется, опять же, и на нашем окружении, и на нашем опыте, и на том, что нам рассказывали, то, что мы учили. Это все очень взаимосвязано. В логике существует понятие. И вот иногда человек использует слово «друг», абсолютно не придавая этому слова никакого внутреннего значения. Ну, типа «друг», «френд» там на Фейсбуке «друзья». А для другого слово «друг» означает, что за него можно умереть, за него можно погибнуть, за него можно все отдать, потому что это одно из самых ценнейших, что может быть в жизни. Это настоящий друг такой, товарищ. Кто из них лжет, кто из них неправ? Никто не неправ, никто не лжет. У одного друг это одно понятие, у другого друг это другое понятие. И общаясь между такими людьми, ты понимаешь, ты что-то чувствуешь не то, правильно, потому что надо начинать с понятия, что для тебя значит это слово, что для него значит это слово, что для этого значит то или иное понятие. Это касается и дружбы, и денег, и быстро, и долго, и дорого. Для одних дорого, извините меня, там 5 центов, для других дорого, 5 миллионов, для других дешево 10 миллионов. Относительно чего мы вообще будем считать и говорить. Все в этом мире относительно. Надо воспринимать человека не через себя, а просто созерцая и спрашивая, задавая вопросы, что он имеет в виду, что он подразумевает. Мы иногда обижаемся там, где вообще с нами никто не хотел ссоры. Мы иногда влюбляемся в то, что вообще человек не подразумевал. Потому что в нашей логике, в нашей позиции это значит, если я делаю то-то, 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 значит я влюбился. У другого может быть по-другому. Может быть это просто проявление уважения. И вот наша логика, она постоянно нас обманывает, потому что мы, во-первых, не изучаем понятия, потому что нам кто-то что-то сказал, и мы принимаем на веру, что это так и есть. То есть не перепроверяя, не узнавая, а так ли это, особенно если это скажет авторитетный человек, особенно если это касается лидеров мнения, то есть навязанные какие-то вещи, которые мы самостоятельно не хотим перепроверять, изучать, делать сравнительный анализ. На нас влияет наша среда. В зависимости от того, где мы находимся, будет считаться что-то хорошо, а что-то плохо. Если в вашей среде оскорбление это ок, это нормально, ну такая ваша среда, вам нужно просто-напросто ее менять. Вы не можете оставаться в том месте, где вам плохо. Это опять же ответственность за свою жизнь. Это тяжело, страшно остаться одному, но вы поймите, вначале вы один, но потом вы начинаете встречать своих людей. Дорогу осилит идущий, гарантий никто не дает, но вы всегда знаете тот шаг, который вы можете сделать. И, значит, понятие суждения умозаключения, то есть у нас есть определенное понятие, из которого у нас выходит суждение, и в результате у нас происходит умозаключение. То есть мы делаем определенные выводы. Говорят, что есть объективное мнение, есть субъективное мнение, но только объективное, оно состоит из очень многих громко сказанных субъективных. И некоторые вещи настолько считаются нормой в жизни, что их даже никто не проверяет. Настолько считаются нормой, что ты можешь что-то создавать или что-то делать, если у тебя куча бабла. Это такой миф, это такая чушь, это такие ограничения, которые нужно просто-напросто с себя срывать, снимать. Да, на какое-то время там будет голое место, но поверьте мне, если вы начнете думать с другой стороны, понимая, что все принадлежит людям, и они могут не захотеть вам этого продавать, деньги не решают все. Вы решаете все, что у вас в жизни будет и что у вас в жизни не будет. Но не доводим до абсурда, да, давайте без крайности, без всего подобного. Практика и опыт свой и окружение. Когда ваше окружение попробовало, не до конца что-то сделало, кто-то там попытался, даже толком не изучил какие-то материалы, потом говорит, знаешь, у меня не получилось, такая чушь, такой бред, там вообще-то все не работает. И ты такой идешь, думаешь, ой, ну он же пытался, он же пробовал, он говорит, что это бред, это не работает. Не факт. Может быть, он таким самым действием оправдывает просто то, что он не доделал. Ну, хорошо, если бы никто ни разу не пробовал создать лампочку, мы бы с вами сидели бы без. Но кто-то же говорил, что это невозможно, кто-то же говорил, что невозможно летать. Но это не про сесть, визуализировать и втыкать на картинки, это про работу, это про изучение, это про материалы, это про знания. То есть вы должны к этому тогда идти и этой темой заниматься. От того, что вы наклеите себе на лоб картинку и будете каждое утро смотреть в зеркало, у вас просто-напросто под этой картинкой появятся прыщи. Ничего хорошего с вами в этой истории не произойдет. И, значит, логика у нас разделяется на формальную логику, диалектическую логику и математическую логику. Это самые основные три вида логики. На самом деле, опять же, огромнейшее количество инфостатей на эту тему, какие еще есть варианты. То есть нужно понимать вообще, заняться хоть один раз изучением логики, из чего она состоит, как человек мыслит, почему он так говорит, каким образом он пришел к тому или иному умозаключению, чем он руководствовался, каким образом он действовал. Логика очень часто бывает нарушена. И в результате у нас происходит недопонимание друг с другом. То есть надо разбираться, надо разговаривать, надо общаться. И резюмируя вот этот вот подкаст, передачу или что я там записала, даже не знаю, возвращаясь обратно, я хочу напомнить вам еще раз, что у нас для того, чтобы мы могли заполнять свой ежедневник, для того, чтобы мы могли ориентироваться во времени, у нас есть важные понимания, которые у нас должны быть в начале. Пункт назначения, куда ты идешь, при том, что я не рекомендую его обозначать каким-то материальным, материальной точкой. Это может быть стать счастливым. И, наконец-то, разобраться, что вас делает счастливым. Может быть, это никакие не Канары, может быть, это возможность пройти с любимым человеком за руку по парку. Может быть, это вообще не то, что нам пропагандирует Инстаграм индустрия, на которой мы хотим тратить деньги только за какой-то мунительной погоней. Пункт назначения, что бы вы хотели, как бы вы хотели, что в результате. Не я хочу быть там, не знаю, врачом, я хочу помогать людям. Начните с большого, с глобального что, а потом смотрите, какие профессии этому соответствуют, что для этого можно сделать, что для этого можно выбрать, что вам подходит. Потом уже смотрите, как до этого дойти. Искусство маленьких шагов никогда не поздно. Поздно только тогда, когда вы не начали. Вот тогда поздно. А если вы начнете, то это не будет поздно. С кем ты идешь, с кем ты отправляешься в этот путь, с кем ты отправляешься в это путешествие? Я напомню еще раз о том, я об этом не говорила, но, может быть, когда-то с кем-то общалась, кто сейчас смотрит данную передачу. Некоторые люди не хотят нас отпускать и пытаются тем самым сорвать наши крылья. Они говорят, что у нас не получится не потому, что у нас не получится, а потому что если у нас получится, то мы уйдем, и нам придется менять свою жизнь. Или если у нас получится, то и другому человеку рядом придется что-то делать. Самый простой пример, например, в семейной паре кто-то начинает заниматься спортом или садится на диету, то есть такой весит себе поджарик, спортивный, красивый в результате, а другой понимает, что он не соответствует. Он начинает, что это спорт, у тебя не получится, потому что если у этого получится, ему тоже придется соответствовать, а он не хочет ничего делать. Кто-то много учится развивать, а кто-то становится умным, он понимает, что, блин, я отстаю, мне это не подходит, надо что-то придумать. У кого-то получается бизнес, у кого-то получается развитие, друг рядом сидит и понимает, на фоне вас он чувствует себя плохо. Это не потому, что вы плохой, он неправильно мыслит, он мыслит через категорию зависти, через категорию сравнения. А не надо себя ни с кем сравнивать, надо себя сравнивать с собой вчера. Если вчера вы ни разу не присели, а сегодня вы присели один раз, вы уже герой. Но не надо смотреть на бодибилдера, который это делает каждый божий день по 300 раз. Это разные вещи. Вы ни с кем не сражаетесь и ни с кем не конкурируете. Далее, ваше окружение. Посмотреть, разобрать, от чего можно избавиться. Что бы в вашем доме не стояло, если бы вы были тем человеком, которым мечтаете быть. Что бы вы не надевали, если бы вы уже были тем человеком, которым мечтаете стать. С кем бы вы не общались, если бы вы были сильный, умный. Избавляйтесь, но не начинайте приобретать. Не покупайте что-то, если я был бы богатый, куплю себе сумку Прады за 5000, буду довольно счастливой. А остальное все, извините, стены разваливаются. Сначала избавляемся, потом приобретаем, освобождаем место, наполняем его. Это все нужно прописать. Если вы не садитесь это прописывать, если вы не садитесь этого делать, то вы не проводите аналитическую работу. Голова, она нас обманывает. Вы будете отвлекаться, вы будете уходить в сторону, будете заниматься всем, чем угодно, кроме того, чтобы сесть и это все сделать. Можно собраться в группы, можно сесть с кем-то вдвоем, можно сесть с кем-то в пятером, можно сам с собой договориться. Но пока вы это не сделаете, пока вы не создадите свою карту, куда вы идете, какой ежедневник, что туда записывать? То, что вам назначили встречу? Ежедневник – это, в первую очередь, про вас, а не то, что вы вносите чужие истории в свою жизнь, когда вы обозначаете встречу. Понятия нужно, наконец-то, разобраться, какие понятия у вас находятся в голове, и изучить логику, которая вам необходима. И следующий эфир я запишу о том, что мы должны до того, чтобы начать записывать и заполнять ежедневник, что мы обязательно должны учесть, что мы обязательно должны с вами сделать, и еще раз, и еще раз прописать, потому что не обманывайте себя. Сесть и проговорить в голове – вас хватит на 15-20 минут, а вот сесть и прописать, посмотреть, проанализировать – у вас уйдет на это гораздо больше времени, но будет гораздо больше пользы, потому что у вас наглядно будет карта. Я говорю вам огромное спасибо за то, что дослушали, если дослушали. Я надеюсь, что это было полезно. Если вы со мной не согласны, вы абсолютно имеете на это право. Я не настаиваю. Просто у меня это работает, и мне это помогло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!